Мы наконец выехали, что называется, по грибы. До этого не могли, ждали благоприятной погоды. А что нужно грибам для роста в летние месяцы? Конечно, дождь. И вот сразу после дождя стартуем. В горы. Машбросок на машине, въезжаем на территорию Илья-Латаусского национального парка. Одно из красивейших мест Тургенское ущелье. Здесь всегда немало туристов, потому что есть на что посмотреть. Это и самая высокогорная обсерватория в стране на плато Ассы. Замечательные истории. И огромные водопады в медвежьих ущельях. И форелевое хозяйство. Несмотря на наплыв туристов, на горных тропах чисто. Оборудованы примитивные места отдыха. Есть лавочки, навесы мангалы для отдыхающих и баки для мусора. В горах намного прохладнее, чем в равнине. Чистый воздух и лес влекут отдыхающих. Но наша цель – грибы. Я понимаю этих людей с корзинками и рюкзаками. Ведь сбор грибов – увлекательнейшее занятие. Адреналина, как на рыбалке, нет. Но ноги сами несут все дальше и дальше. Шел бы без цели, давно запыхался и выбился из сил. А так осматриваешь полянку за полянкой, увал за увальчиком, смотришь и удивляешься. Как же ты на самую вершину взобрался? Там уже и елки не растут, только арчевники. Когда опытный грибник нашел один или два гриба, он продолжает поиск по спирали, увеличивая и увеличивая круг. Наверняка здесь есть еще один, а может быть даже пять и более грибов. Итак, мы сейчас вскроем этот мшанник и достанем грибы. Главное – не разрушить гриб. Срезаем его как можно глубже. Вот он, вот он красавец. Посмотрите, какой мясистый, красивый и ни одного червя. А рядом его товарищи. Вот еще более крупный груздь. Он прекрасен, этот гриб, в засолке. Надо его на сутки будет замочить и потом солить по рецептуре. Вот еще гриб. И это тоже груздь. Мы его тоже срежем. В природе все сбалансировано. Грибы могли заполонить планету, но живут они недолго, буквально несколько дней. Потом сохнут, в них заводятся черви. И утилизируют старые грибы почти без остатка. Поэтому не расставайтесь с перочинным ножом. Обязательно срезайте грибы и смотрите, насколько они целы. Вот так вот мы срезаем глубоко под амхом этот гриб. Смотрим, червей нет. Корзинку его. Грибники хорошо знают места, где сбор может быть наиболее успешен. Это сырые, затемненные впадины коряжники и вывороченные стволы деревьев. Особенно следите за подсказками зверюшек. Все они гурманы и от грибов не отказываются. Белка даже сушит, одевая их на сучки елей. А осенью собирает и складывает урожай в кладовые своего дупла. Зимой пригодится. Здесь, видимо, кормились белки. Вот я вижу, они насорили шишками. А рядом с ними замечательный, чудесный гриб. Вот так вот мы его раскопаем, вытащим из его норки и постараемся отрезать. Без проблем получается. Местные жители отлично знают, где грибы растут. Как отличить ядовитые от съедобных. Кстати, о ядовитых грибах. В наших горах их нет. Но в любом случае, все собранные и уже почищенные грибы нужно прокипятить 15 минут, а воду слить. И лишь потом готовить. Об этом нам напомнил опытный проводник Максим Ростовцев. Наш гид и помощник родом из этих мест. Грибы собирал всегда и помнит, как еще в детстве родители, работая в лесничестве, заготавливали и сдавали государству бочки разносолов. После лазания по крутым горным отрогам самое время отдышаться и заглянуть в лукошко. Посмотрите на Максима. Несмотря на то, что он штурмом брал крутые подъемы, на пролом шел в самой дебри, усталости не видно. Вот это гриб свиное ухо? Как, Максим, в этом году много грибов? Ну, по сравнению с теми годами, есть. Где года было меньше, в этом году чуть больше. От чего зависит количество грибов? От влаги. Сколько влаги, сколько грибов. Вот сыроежка. Брать не будем, оставим белочкам. А вот грусть прошел ты. Да не один, два. Давай-ка возьмем их. Вот, смотри-ка. А, тут уже кто-то срезал. Срезал и не взял. Значит, чернилый гриб. Что-то, пойдемте дальше. Да. Несмотря на то, что мы ранним утром приехали, грибники уже были здесь, верно? Да. Вот они, срезанные шляпки, говорят об этом. Вот бывают такие случаи, находятся грибы. Вот мы нашли с вами грибы. Срезаем их. Вот. Он у нас червивый оказался. Ну, потому что его брать смысла нету, потому что в нем много вот червей у нас. Да, черви есть. Все изъедено. Да. Мы его вот так сделаем на несколько частей. Положим на место. Он начнет перегнивать. И появится семья новая. Так местные делают? Да. Это будут споры ионные. Это семена. И он начнет дальше прорастать. И будет здесь расти, тут расти, выше пойдет расти. Таким образом гриб не пропал, а вы размножаете грибы? В горах Зайлийского латау, по заверениям специалистов, растет 74 вида грибов-паутинников. В народе их называют по-разному. Яркие, на высокой ножке, одни прямо бросаются в глаза, но большинство маскируются под опавшие листья, прячутся в траве под пеньками, хворостом или лесной подстилкой и становятся заметны только под определенным углом зрения. Начинающим грибникам я бы советовал идти не спеша и орудовать палкой. Ею можно разворошить листву и снять маскировку. Растут грибы в хвойных, в лиственных лесах с июля и, наверное, до конца октября. Хотя знатоки говорят, что встречали грибы и в октябре, и даже в ноябре. Ну, прямо вот какое-то утро в Сосновом Бору, Шишкино. И посмотрите, какие красавцы, боровики нас тут радуют. Я давно крался к этому грибу. Классика. Классика грибного дела. То, что люди рвут грибы, нарушает популяцию? Ну, нельзя сказать, что это очень нарушает. Просто их надо... Людям запретить рвать грибы невозможно. Всё равно это будет происходить. Просто надо грамотно рвать. То, что мы говорим, что вырывая с корнем, мы нарушаем грибницу. Это не совсем так. Грибы размножаются мицелиями. То есть, вот, если мы возьмём шляпку, и под шляпкой вот как раз вот эти пористые пластиночки, вот, там и находятся споры. Абай Сагитов профессионально занимается защитой растений. Учёный много знает о грибах. Он вместе с китайскими партнёрами работает над их разведением. Биолог считает грибы важной частью жизни леса. Без грибов, без бактерий, без лишайников лес не будет расти. Поэтому, когда привозят, садят леса, когда с корнями привозят любые хвойные растения или другие, они помогают почве. Потому что это идёт симбиоз. Они поэтому, значит, перезаражают. Они идёт заражение через гифы грибов. У них есть очень много способов. И спорами они размножаются, гифами грибов и так далее, и так далее. И во влажную погоду они очень сильно размножаются. С помощью вот мелких дисперсных капель они, значит, покрывают весь лес. Поэтому после дождя всегда едут грибники собирать грибы. Они в больших количествах. И грибы – это одна из форм, которая зародилась, я думаю, что первая самая на Земле. Потому что грибы – это такое количество микроэлементов, которые необходимы для здоровья людей. Это и для глаз, это и для мозгов, это и для мышц, для кровеносной системы. У них есть столько различных микроэлементов, металлов, ну, микроэлементов, которые так необходимы человеку. И они способствуют росту лесов. Это какое-то чудо природы. Микология – наука о грибах. Толк в них знают наши соседи-китайцы. Они искусственно выращивают сотни видов. А некоторые даже чтут, как снадобие долголетия. Об этом академик писал в книге «Грибы и здоровье человека». Я нашел кардицепс у нас на Хантенгри. Кардицепс милитари. Это издавна его знают китайцы. Все императоры его пили. Потому что он продлевает здоровье человека. И человек живет 150-160 лет. Как женщин. Да, как и императорский гриб есть тоже такой же. И вот, когда я нашел, я дал им, значит, свежие гифы грибов для размножения. Они были очень удивлены и начали использовать у себя. До сих пор они снабжают меня этим грибом. Они лечат едой людей. Представляете себе, у них рацион обязательно грибов в каждом блюде. И снова в лес. Откуда у людей эта страсть к сбору грибов, ягод, растений? Нам всегда хочется что-то сорвать. Будь то душистый цветок, яблоко в саду или яркая земляника в лесу. Ответ простой. В людях говорят их гены. Собирательство – образ жизни наших предков. Много тысяч лет назад люди не могли соперничать с животными. Они не могли охотиться на них. И выживали тем, что собирали. Они собирали ягоды, коренья и, конечно же, грибы. Поэтому собирательство передается нам генетически. Вот мы посмотрим, что нам сегодня попалось. Вот скажите, в этой корзинке что самое интересное? Самое интересное у нас – моральный гриб. Растет он в ворчевнике. Его никто толком не собирает, потому что не знает, что это за гриб и как его готовить. Ну, думаю, что это поганка, не съедобный гриб. Но он какой-то странный, он фиолетового цвета. Да, а на самом деле он самый съедобный гриб. И самый вкусный гриб. Моральный гриб. Жарят его? Его маринуют, жарят. Ну, можно лучше всего мариновать. Откуда такое название, как считаешь? Потому что его по основам потребляют моралы. Его даже белки не кушают. И было найдено возле, где моральный гриб скушенный, ножка оставалась, и везде фекалии морала были. Возле него. Какие грибы мы собрали? Какие грибы здесь вводятся? Мы собрали сыроежки, шампиньон. Моральный гриб. Боровичок. Рыжик. Лисичка. У него два названия. Кто как называет. Грусть. И гриб-дождевик. А вот этот гриб-дождевик, к нему особое отношение? Едят его? Да, его едят. Жарят? Жарят его. Его можно сразу жарить, даже не отваривая. Он любит влажные места, влагу. Особенно после дождя. Его самое многое после, когда дождь пройдет хорошо. Но его употребляют в том случае, пока он свежий. Как он начинает желтеть, его уже употреблять нельзя. Они в степи растут в горах. Я хотел узнать по поводу сыроежки. Название сыроежка. Неужели можно есть этот гриб сырым? Но его сырым не употребляют. Его можно прям как сорвал. Одеть на палочку, на шампур. И пожарить на костре в перемешку с салом. И покушать. Собирая грибы, запоминайте, куда идете, чтобы не заблудиться. Впрочем, здесь на высоте 2200 метров это трудновато. Спуститься вниз на равнину и найдете дорогу и свою стоянку. Мы обходим прогалины и наблюдаем за тем, что происходит в лесу. И, похоже, здесь случилось нечто чрезвычайное. Вот здесь произошла много лет назад, видимо, браконьерская рубка. Это эндемичная теньшанская ель, ель Шеренка. И ее срубили какие-то браконьеры. Почему я так решил? Потому что, если бы это была санитарная рубка, то ствол был бы полностью очищен от веток и от коры. И внизу было бы поставлено специальное клеймо. Клейма нет. Значит, здесь поработали браконьеры. Я вижу на этой полянке 5, 6 или, может быть, 7 даже молодых елей было вырублено. И браконьеры сюда наведываются, и ветровалы случаются. Но лес живет. Правда, не все деревья выдерживают буйство стихии. А может быть, снега много навалило, и дерево рухнуло под его тяжестью. Ведь снег здесь ложится в октябре и тает лишь в конце апреля. Даже здесь, высоко в горах, на высоте 3000 метров над уровнем моря, бывают ураганные ветры. А вот эта тиньшанская еля не меньше 70-80 лет. Ну, и оно не выдержало порыва ветра и рухнуло. В Казахстане без помощи человека природе не обойтись. Хотите увидеть, как выращивают хвойные леса? Мы попросили, и лесники со стажем показали нам. В ущелье Моралсай на высоте 1600 метров, в уютной ложбине, на жирном черноземе, в полутени сотрудники парка выращивают елочки. Бренд этих мест. Эндемичная тиньшанская ель – самое капризное дерево этих гор. Растет крайне медленно. Вот этим крошечным деревцам 3 года. Их уже дважды в этом году пропалывали и регулярно поливают. Причем теплой водой только вечером. Уже весной следующего года они будут высажены в природу. Приживаемость с этой плантацией, ну, просто очень высокая. Для хвойников абсолютный рекорд – 60-65%. Мы сегодня приехали сюда и были приятно удивлены. Такая густая всхожесть. А ведь это не яблони, не карагачи, не груши. Это хвойный. Как вот вам удается такие густые посадки вырастить тиньшанской ели? Дело в том, что, во-первых, эта ель тиньшанская, она именно аборигенная наша порода, которая произрастает в наших горах северный склон нашего заилийского лота. Поэтому мы собираем его именно здесь, в этих горах семена, шишки. Шишки просушиваются, и эти семена обрабатываются, полностью проходят стратификацию именно в этих же местах. И сеем в этом питомнике. А какие места любит тиньшанская ель? Именно северные склоны наших гор. Северные склоны. Сырые и холодные места? Сырые и холодные. Это дерево тугорослое? Очень тугорослое. Вот после того, как мы туда посадим, первые 10 лет они будут расти где-то порядка сантиметра-полтора. В год? В год. А потом выстрелят? Вторые 10 лет уже еще больше, третье десятилетие еще больше. А сколько лет тогда живет тиньшанская ель? В сравнении с европейской, например? В сравнении с европейской, ну, где-то около 300 лет он живет. Лет пять назад полностью выгорела местная достопримечательность, гора Мохнатка. Этот посадочный материал будет высажен именно на пострадавших склонах. Кстати, лесники уверены, на пожарищах приживаемость хвойников лучшая. Так что нет худа без добра. От 3 до 5 процентов территории Казахстана покрыто лесами. Это ничтожно мало. Но если даже посадить в эти места бельгийские, польские или, скажем, российские ели, они почти наверняка не примутся. Климат, а главное, высота не те. Поэтому садят только аборигенные виды. И никаких гербицидов. Для чего вы укрываете вот эти вот посевы? Эти посевы укрываем от прямого попадания солнца. Потому что если солнце будет прямое попадание, то она получит солнечный ожог. И тогда уже в результате потом наши сеянцы погибнут. Давайте посмотрим. Дело в том, что, вот смотрите, вот такие вот теневые щиты. Специально у нас изготавливаются теневые щиты. И накрываются. И в течение дня солнце как будет проходить, оно создает какое-то затенение. Но все равно, вот видите, солнечный ожог все равно есть. Какой-то процент отпадает все равно. А какие замечательные ягоды поспели в горах? Это боярка. Ударят морозы, ягода осыплется. И здесь будут пастись фазаны. А с южных склонов, с анцепёков, спустятся косули. Десятки видов лекарственных растений кормят обитателей гор. 29 видов растений в Красной книге. Абрикос обыкновенный, который мы привыкли называть урюком. Яблоня, низ Двецкого. Яблоня, сиверса. Пилон обыкновенный, курчавка, мушкетова. Желтушник, малина, земляника, душица, зверобой. Тысячелистник и многие другие. Грибы не в Красной книге. Их можно собирать. Тем более, что век их самый короткий. А грибники после путешествий надолго сохранят в памяти яркие эмоции от трофеев на тихой охоте до следующего года.